Взломы аккаунтов в соцсетях, подписки на сомнительные рассылки платного содержания, распространенные, но далеко не самые страшные действия кибермошенников. Избежать таких неприятностей можно самыми разными способами. Студент физико-технического факультета Илья Ильяшенко, к примеру, конструирует датчик распознавания голоса. Система должна полностью его повторять. Эту задачу выполняют особые функции – вейвлеты. Вейвлетики – это такие маленькие-маленькие волночки определенной странной формы. А мой алгоритм позволяет обучать вот эту маленькую вейвлет-функцию лучше всего быть похожей на ваш голос. Подобная система работает не только со звуком, но и с картинкой. Применяется она, кстати, не только в сфере кибербезопасности. В политехе, например, аппарат помогает зоологам, отслеживает определенных особей редких тигров на их территории. Изображение с фотоловушки анализирует система. Она же и определяет, какой из выпущенных тигров оказался в объективе. Есть некоторая специально обученная модель различных конкретных животных. И производится сравнение найденного на изображении животного с имеющимися в базе. И выбирается, какой из них, либо, возможно, новый. Сейчас, возможно, такие способы защиты своих сетевых данных кажутся необычными. Но специалисты уверяют – это необходимость уже сегодняшнего дня. Ведь нападают не только на крупные компании, риску подвержены даже простые пользователи. Банальная интернет-покупка может обернуться кражей денег с банковской карты. IT-сотрудники советуют как минимум не пренебрегать антивирусом и использовать нераспространенные операционные системы. Как только информация стала полностью цифровой, она вся стала абсолютно уязвимой. Нужно понимать, что не существует на сегодня какой-то одной меры, которая позволяет защитить информацию. Защищать информацию в надежной степени можно лишь применяя комплексы мероприятий. Ну а пока звуковой датчик Ильи или машинное зрение находится в разработке, обычным пользователям стоит чаще проверять свой компьютер и не пренебрегать услугами программистов, так же, как и проверкой у врача. Илья Кочетков, Ирина Харитон, Андрей Печоркин. Наши новости.